Первая наша в стаде фоновая подкладка В этом нам будет нужна кисть номер 24 Первая кисточка Очень хорошо нам здесь поможет Щетинка тоже средняя нам очень хорошо поможет В общем-то и все Дальше выдавливаем краски на палитру Акрил, да Акриловые краски И первый этап, делаем фоновую подкладку В чем она будет заключаться? У нас есть центральное световое пятно Которое в одном случае с бамбуком Это будет солнышко в тумане Рассветное или закатное А в другом случае это будет пятно света На лужайке, где остальной фон темный, не освещенный И центральное, выхваченное светом пятно Как это делается, я вам сейчас покажу Для работы Очень удобно Вот такая вот яйценоска Потому что акрил, в отличие от масла, он высыхает быстро Можно выбрать также из акрилов два вида Есть глянцевые, есть обычные, художественные Лучше брать глянцевые в том смысле, что он высыхает медленнее И сразу дает уже пленку такую сочную То есть более насыщенный цвет выдает Захотели чай попить, кофе, отдохнуть там Важный звонок сделать или еще что-то Взяли, накрыли, в пакетик засунули И это может даже до следующего дня дожить Можно немножко покапать водичкой Сверху на краску Она останется живой Далее Чем еще такая яйценоска очень удобна? То, что есть замешанные колера Налил немножко, спокойно работаешь Пластик очень хороший Он хорошо очищается И поэтому их можно использовать много раз Есть, кстати говоря, и большего объема Вот эти вот с большим количеством ячеек Поэтому большее количество колеров И плюс есть свободные ячейки Для того, чтобы там можно было смешивать краску Дополнять колера Приступаем сейчас к краске Задавляю Я сам, как Крилу, долгое время относился с высока То есть, что, как он может с масляной краской С опекой Ну, это они тоже Я одинокий в этом А я вот так Вот А когда я прочувствовал Почувствовал, как им можно форсировать работу Как им можно подкладочки делать замечательные Я понял, что материал-то очень ценный И не использую, а просто беру Работает Что я буду делать, я уже объясню Фон как бы Поэтому Сейчас я быстро-быстро Наношу Сановую подкладку Верхушечка у нас будет темная Как вот бывает зелень в тени На лужайке То есть, там дальше Деревья, еще что-то И вот на фоне этого Очень красиво Смотрятся Все освещенные цветы Солнце Так, широкий флейтс Надо Вот что надо Он, наверное, даже Убернее будет В этом плане Сейчас О, как вкусно Так, широкий флейтс Так, широкий флейтс Тихо Как и есть Но это Тихо Как и есть Солнечный, что-то Запад Пятный Тихо Тихо В хоропоте Продолжение следует... 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 Как уже сказал, вначале дальние лепестки И потом поверхние, которые уже идут ближе Видите, у нас рельеф получается И выстраивается уже пространство на этой стороне Мы потом еще сможем добавить маков сюда Но без подготовки рельефом И они как раз будут очень хорошо играть на... Да, ближе дальше Что освещено, что нет Хотя будет цвет накладываться один и тот же А эффект будет совершенно разный Вот Такой вот цветочек Ну, для пущего эффекта Давайте еще колосок добавим Тоже рельефный Так, не шили И... Поберем его С ленца Такую Такую Что еще можно вот к данному рельефу добавить Можно какой-то из стебельков маков Это... Нераскрывшийся Это не раскрывшийся Как вы себе Коробочек Да Напавший коробочек Да, попавшийся Да, попавшийся И плюс... Листья тяжело рисовать Листья, да Ну, опять же... Ну... Их главное выучить А уже потом Становится легче Остальные листочки мы уже напишем непосредственно Цветом Вот В общем-то все Первая стадия у нас... То есть вторая стадия у нас готова Пять минут? Пять минут Пять минут Сушим Угу 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 Это будет стопнуть подоль Субтитры создавал DimaTorzok 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 Заметьте, как начинает гореть красный цвет Потому что если Тот же самый цвет Положить рядом Вот, скажем, захотел на дальнем плане Положить еще один мак Тот же самый цвет Но как работает подкладка Поэтому она очень важна И очень важна светлая Коробочек 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 Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok специально оставляем световую каемочку которая обычно видна когда цветок освещен на темном фоне потом мы ее немножечко спишем и она у нас будет более нежной если так разобраться у нас прием понятный он не какой-то архисложный повторить его не просто можно а приятно очень потому что сразу начинает работа оживать она начинает гореть не все одним цветом делаем то есть стараемся их немножко комбинировать цвета аккуратненько аккуратненько вот этот цветочек можем здесь кроплочком как раз некоторые моменты чуть более темный ну опять же тут же и красненьким вот теперь спишем слегка световые вот эти вот касания буквально разбавитель беру и вот касаница слегка спишем растяжка такая получается легкая и вот вот Где-то сильнее списано, где-то вообще легко-легко-легко Чуть-чуть Дальше можно черную Кто-то будет серединку показать О, тут тоже самое И здесь Я еще поглядел фотографии Иногда бывает у маков В серединке Желто-зеленая, когда она Еще не совсем Вот всей этой черной пыльцой Мы и это можем сделать Заметьте, специально замешиваю поярче Потому что она сейчас слегка спишется с черным То есть с темным оттенком Вот Где-то капельку Трону У нас тоже пойдет Еще один Мы можем сделать Мак Но густой краской Не прозрачной Мак Опять же все это для разности фактур Сейчас Замешаем Оранжевый цвет Оранжевый красный Оранжевый красный Сболивный И немножко Здесь По цветам глянемся Вот Здесь тоже Чеченок Карпак Вот И опять же Серединка Здесь Вот И опять же Желто-зеленый цвет Частично можно сейчас пройтись по Тем светлым стебелькам Тем светлым стебелькам Которые мы намекили Тем светлым стебелькам Которые мы намекили Здесь хорошо, что В свете можно не стесняться Потому что это у нас солнцем Освещено все И вот эти световые удары Они очень уместны Там у нас колосок Сейчас можно чуть темнее Зеленое показать Стебельки другие Опять же вот здесь немножко Темнюшки можно дать Вот Несколько листочков Чуть потемнее Вот так всегда Как детей укладывать спать так Угу Это они проснуть Музыка 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 Просто Несколько Чуть Несколько Теперь erapия Как Стоять Загорится. Ну и Василёчек, пару Васильков. Сейчас. Продолжение следует... Чуть-чуть потемнее Так Вот еще один момент Сделаем несколько ударов зеленью между силуэтами Чтобы показать освещенную вот эту поляночку И ее разогнать слегка Полусухой кистью растеряем и уводим Очень хорошо работает завершать маслом Потому что работаешь спокойно и не думаешь о том, что акрил высохнет Все растяжки делаются мягко Поверхность живая Поверхность живая Еще очень просится сюда один колосочек Хочется Яркой Поверхность живая Поверхность живая Пожалуй, что и А в серединке ничего не надо? Вот там середина пустая Вот здесь? Так и надо, чтобы так было Да, где-то все-таки зона покоя должна быть Ну вот я ее сейчас заполнил слегка Ну и тут Смотрите Такое разнотравие Очень понятно Зачем мы середина пустая Смотрите фунта Где? Чтобы светилось Да Потому что это как раз та растяжка Которая очень у нас хорошо работает Для вот этих вот всех стеблей А почему мы это сделали после того, как сделали стебли, а не до того? А потому что стебли выделяются Мы оттеняем Что? Ну вот это просто середина такого зеленого цвета Залатывается А вы отведите глаз немножечко, а потом когда посмотрите опять Сейчас, 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 подождите Здесь еще один момент Потому что вот это пятно надо тщательно прорабатывать Чтоб он слился с серединой нашей Сейчас еще есть один момент Надо Еще не все Да, еще не все Сейчас В следующем Расскажи, что ты сейчас делаешь? Я фон утемняю. С целью? С целью того, чтобы цветы лучше светились. А почему ты это делаешь верный? Именно верный. В руке она сейчас. Я ей часто лисирую, я эту кисточку очень люблю. Потом, когда работа подсохнет, ее можно всю покрыть лаком. И она цвет вскроется. А у нас кухусики будут? Будут. То есть получается, что у нас она аж светится изнутри. Да. Нравится, не нравится. То есть не у нас, а у вас. Хотите, вы, блин. Усики. Да ладно, как же уж, так не было-то. Так не было. Это у нас были бутоны. Ну, бутоны-то не забыслужины. У нас бутонов-то нет. Это у нас была стена изначальная. Это у нас. В общем... В общем, вот. Что-то еще потом на взгляд можно и поправить, если проходить, попить чаю рядом, кофе, то есть там попросится что-то подчеркнуть. Так, вот, и вот. А там еще веселечек, я стесняюсь сказать. Где? Вот, вон тот, посерединке, который, да, его немножко зажало. В общем... А еще один веселечек, то есть, правда, ближе, нет? Здесь? Можно немножко. Прям чуть-чуть. Вот, хорошо. И пошли колосицы и васильки. То у них куры телятся, то у них коровы поросятся. В общем, все. Да. Посмотрим время. Сколько это было? У меня не помню сколько было. Сейчас 457. Сейчас 457. Сейчас 457. Сколько это было? Да. Да, это прекрасно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok